итак ребята всем привет с вами как всегда левар сегодня мы я записываю для вас видосик да из серии видео танк pvp один на один против различных классов и сегодня мы с вами будем рассматривать класс шаман ждал я ромпеля хотел как бы подкрепить этот видос после рассказа одним боем что показать все на деле но пока у эмиля не было времени так что будем ждать это видео чуть позже надеюсь принципе у меня на канале есть бой с ромпелем то есть можно будет его посмотреть итак давайте начнем что мы знаем про шамана первых у шамана есть баф который накидывает и нанесением удара на удара на нас не согласно баф висит у него 10 минут вот баф очень неприятный баф зависит от силы духа вот у нас здесь есть показателях сила духа рассчитывается по уровню и общему показателю заточки влияет на эффективное заклинание некоторых классов при высоком уровне силы духа эффект от заклинаний мощнее то есть о чем это говорит некоторых классов шаман как раз тот класс и несогласка зависит у него от сил духа сила духа набирается у нас нашей за точкой наиболее большую точку дает соответственно точнее наибольшего силу духа за точки дает нам оружие то есть вот шмотка шмотка даст гораздо меньше чем пуха сейчас я вам это покажу давайте допустим снимем одну двенашечку шапочки до тела духа 56 у нас сила духа у 56 тысяч шапку сейчас оденем сила духа 59 то есть 3000 давайте теперь снимем именно пуху с точкой сила духа сразу упала на 44 да то есть разницу вы видите 44 59 то есть 15000 раз так соответственно каждая . даже . на книжке дает нам соответственно статы в силу духа тем выше у вас сила духа когда вы деретесь против шамана вот тем вам проще будет с ним мы сражаться тем реже будет вешаться не согласно соответствовать давайте пойдем дальше что у нас есть шамана за скиллы контролющее шамана есть во первых родной баф на физ и мун вот если я правильно помню висит 10 или 12 секунд и соответственность шамана него бафается мы как танк обязательно должны бафать на себя темные ядовитые иголки чтобы мы хотя бы могли накинуть ему какой-то контроль то есть либо станки ночь шарик можно кинуть либо может быть у нас проб нет паралича шаман хотя бы не будет нас бить дальше у шамана есть баф который висит на нем 30 секунд с откатом по моему в минуту я правильно помню который при ударе шамана накидывает на вас 15 секундный стан это очень неприятная вещь вот пропустить шаман певучий это очень легко и здесь у нас конечно могут возникнуть проблемы то есть при пвп шамана нужно быть очень внимательным когда он этот баф на себя навешивает вот выглядит он как 4 синеньких капельки такие вот квадратики если мы его ударим то соответственно у нас повесится неприятность в виде 15 секундного стана дальше у шамана соответственно есть своя несогласка свой стан который он может накидывать вот есть привязка вот еще очень один неприятный баф шамана это на обратно то есть что это говорит шамана и вешает и допустим если мы кидаем на него молот и проходит паралич паралич перекидывается на нас точно так же нужно быть шаманами я встречался на арене шаманами которые залетают на воздух баф этот баф на себя вот и если танк не видит кидает сбитого сбиты перекидывается на танка шаман же остается в воздухе и спокойно может бить что нам необходимо по джину сделать и по рунам давайте начнем с рун против шамана то обязательно в антистанку нам нужно будет поставить рубиновую руну на антистан это сто процентов потому что антик у нас откатывается минуту другого антистана у нас нету единственное что нам еще может помочь срабатывание белки антистанки на нашей 80 задов и пушки соответственно если она у вас есть вот и все иначе противном случае противном случае то есть шаман бафать на себя баф который при ударе накинет на нас 15 секундный стандо если у нас нету антика мы ничего не можем сделать поэтому здесь обязательно рубиновая руна все остальные рабору остается такой же да ну и соответственно мы делимся шаманом без уверенки поэтому можно просто делать вот таким вот образом если мы идем драться с шаманом вот просто сбивая как бы меняя руки вот таким вот образом что касается джина на джине нам обязательно с вами потребуется князь да то есть еще один скилл который нам поможет драться с вами против шамана когда не висит отбав если у нас антистанка родная в откате аптеку юзать мы не хотим только из-за одного этого скилла да то здесь нам поможет только князь то есть юзаем князя делаем удар она наш не вешается вот и конечно же обязательно нам понадобится природная защита природная защита кто не знает это скилл на джине который не позволяет повесить на нас не согласно вот давайте сейчас посмотрим как этот скилл выглядит кто не знает непосредственно на джине так где наша природа . вот природная защита скилл да и князь сразу же тут же над ним то есть мы можем убрать против боя с шаманом один на один ссылка нам здесь не понадобится вот и металла ему нам тоже не нужен моего уберем и слова истинного берем 3 3 скилла мы убираем до 3 скилл который мы вешаем на себя на джина новая это слеза бога слеза бога как она у нас тут выглядит я уже не помню вот она слеза бога за бога дает иммунитет к урону стихии воды шаман бьет у нас водичкой вот соответственно как бы нам это тоже может помочь вот такие три скилла мы меняем для танка на джине для боя против шамана один на один соответственно шарик грубая грязь и чистое у нас остается ну и конечно же родной скилла джине который дает нам c у нас тоже остается как мы будем драться с шаманом и как шаман будет драться против нас шаман будет нас давить просто уроном вот накидывая на себя все дефающие скиллы наша с вами задача наша с вами задача постараться не откатывая иммунки и оставляя хотя бы половину джина то есть жить под шаманом и откатить шаману джина вот дальше когда у нас пройдет паралич нам нужен шарик нам нужно либо прожимать иммунку вот чтобы дальше убивать шамана либо прожимать природную защиту чтобы на нас не повесилась не согласка и как бы спокойненько разбирать шамана танк по идее для равных условиях боя шамана на равном шмоте да это же неважно какой-либо как у меня иксовый против фиксового либо это 8 8 ранга должен без проблем убить интервека за один паралич и шарики с ним как бы наш оппонент будет уже без g ну что ж ребята надеюсь это видео будет вам полезно вы возьмете из него для себя какой-то информации урок как биться про танком против шамана но я конечно же постараюсь все-таки сделать бой с ромпелем вот шаманом да но в любом случае под в описании под этим видео я скину ссылочку на видео где мы дрались ромпелем один на один ну что всем приятного просмотра не забываем ставить ваши лайки кто еще не подписан на канал подписывайтесь и не забудьте прожать колокольчик чтобы быть в курсе всех стримов и новых видео на канале всем удачи с вами был как всегда ливар